Туалет общественный, но посещение платное. 6 февраля за визит в городские уборные придется заплатить 20 рублей. Решение приняли в государственном бюджетном учреждении парки и скверы. Именно в их ведении находятся севастопольские общественные туалеты. Это была вынужденная мера, которая нам позволит надлежащим образом с требованиями, которые сегодня необходимы к эксплуатации таких объектов, работать и содержать их. Плату за посещение санузлов севастопольцы восприняли, мягко говоря, нерадостно. В соцсетях стали появляться гневные посты и комментарии. Аналогичная точка зрения встречается у людей на улицах. Вредная задумка и ненужная. Туалет – это наше общество. Если я иду по городу и мне необходимо, мне надо под кустик садиться или куда бежать? Искать скорее 20 рублей. Туалет должен быть бесплатным. Все, другого мнения нет. Многих севастопольцев смущает даже не сумма, а именно способ оплаты. Не секрет, что чаще всего в уборной дежурит бабушка-администратор, который принимает деньги только наличными. Мне не нравится. Почему? Расскажите. Потому что часто хочется есть нужда. Туалет либо закрыт, либо платный. А у тебя мелочи нет, что на карточке, а там не принимать стены. Необходимость введения платы за посещение городских уборных исполняющий обязанности заместителя губернатора Евгений Горлов обосновал хронической борьбой с вандалами. Все прекрасно помнят, как на сквере 60-летия СССР его просто сожгли. До сих пор мы пока не нашли этих негодяев. Но в тот же самый момент все равно работа ведется, заявления все приняты. И, соответственно, все равно это будет найдено. У нас ежедневно происходили какие-то вандальные действия. Какие вандалы? А городские власти при чем тогда? Должны обеспечивать, чтобы вандалов не было или их нейтрализовать. А что делать человеку, у которого нет денег? Куда ему ходить? За угол, что ли? Съемочная группа НТС решила узнать, что из себя представляют общественные туалеты в нашем городе по состоянию на февраль 2023-го. И первым объектом для проверки стала уборная на Приморском бульваре, которая оказалась закрыта на ремонт. Внутри рабочие меняют перекрытие между кабинками. Снаружи устанавливают новые окна. Следующий клозет на площади Ушакова. Здесь милая пенсионерка любезно взяла оплату за сервис. Внутри чисто. Но если сравнить состояние уборной с теми же туалетами на автомобильных заправках, небо и земля, как говорится. А вот туалеты в скверах имени Марии Байды и имени Анны Ахматовой оказались открыты и по-прежнему бесплатны. Как нам ответил один из охранников, 20 рублей начнут взимать с апреля. Но это скорее его предположение. Стоит отметить, что среди опрошенных горожан на улицах были и те, кого не сильно волнует тема общественных уборных. В общественных туалетах мы много не бываем. И этого мы не можем сказать. А вы что-то добавите? Мы уже ни разу не захотим, если честно. Но будет время. Примечателен и тот факт, что в этом вопросе Севастополь уверенно оторвался от двух других городов федерального значения. Ни в Москве, ни в Петербурге и речи не идет о том, чтобы брать с людей деньги за посещение общественных туалетов.